Славный город Ижевск. Вань, это набережная ваша, да? Да, это набережная. Знаменитая. И она не знаменитая или нет? Как в Ницце. Самый президент называл как в Ницце. Как в Ницце, да, ее называл, да? Только на асфальт. Не смотри, в Ницце на асфальт. Да, да, да. Слушай, а знаешь, что я хочу спросить? А вот это вот что такое? Что за малая архитектурная форма? Их на самом деле больше. Больше? Они везде есть? Пойдем, пройдемся. Нет, подожди, вот ты мне вот конкретно по этой скажи, вот что это такое? Ванная с трубами, это так художник видит. Ванная с трубами? Это, может быть, здесь можно шашлык жарить или еще что-то? Нет, это ванная, это же мульда. Мульда. С трубами в виде паровоза, теплохода, что-то непонятное. А, это просто такое украшение, да? Арт-хаус. Слушай, я думал, здесь можно шашлык жарить, например. Мне кажется, можно все. Так, а там еще что-то есть? Там вот машина есть. Ну-ка. Вот машина, пианино, потом там есть железный человек, тут полно что есть. Вот пианино металлическое. Вот это пианино, да? Ну, пианино понятно, но теоретически в нем тоже можно шашлык жарить, да? Я все какое-то... Думаю, есть же какое-то применение. А, неделю назад здесь запретили курить кальяны. А, а курили до этого, да? Да, до этого здесь претели, теперь запрет. А он приварен, да? Не ездит никуда. Да, это чтобы вандалы... Так, рояль, клавиши, все как положено. Там ноты. Здесь тоже теоретически можно шашлык жарить, теоретически. То есть ты рассматриваешь металлические... Ну, я практически рассматриваю, как же. Ну, просто она какая-то такая странная. Ну, вот машинка багги. Металлолом. Ну, багги, она что, тоже стоит на месте, она ездит? Нет, нет, металл. Да ты что? То есть мы слепили из того, что было. Ну-ка, давай посмотрим. Вот это да. И поставили весь этот металлолом на набережной, да? Ну, это искусство. Искусство, понятно. Ну, хорошо. Почему бы нет? У каждого свое видение искусства. Детишки лазят, радуются. Ну, да. Фотографируют. Так, это багги, слушай, шикарные багги. Смотрите, какие колеса, как будто чешуя какая-то. Это прям похоже на какое-то водяное багги. А, вот, скульптура мотовездехода BRP CAN-AM Maverick, скульптор Сурнин, в честь проведения первого этапа CAN-AM Trophy Russia, Третьяна, Ижевская, 2015 года, от салона Magnetic. То есть был спонсор, да, я так понимаю, это салон, который все это профинансировал, и они собрали. Да, канистра стоит, да, шикарно. А здесь что? Здесь это все, что Ижевская. Слава Ижевская, да? Кстати, кстати, вон она, твоя радио, вон, вон, красная, это смотри. Ну, пойдем. Нет, вот это, Иж, это бытовая радиопровода, уже магнитофон. Это, наверное, там же выпускалась, да? Это, подожди, мотозавод? Ижевский мотозавод. Мы из подразделений. То есть магнито-радиола Сириус, меня интересует, здесь выпускалась или нет? Иж, Иж, Иж. Здесь в Ижевске. В Ижевске, хорошо. Так, отлично. И, вот они, Ижи, Иж-планета. Да, Ижи. Это москвичи. Москвичи, прославленные, знаменитые. Вот в моем детстве у меня вот такой был там. А вот в моем, в начале 90-х? Вот такой был. Нет, не такой, не такой. Это была магнито-радиола Сириус. Мне их загрузили целую машину, 100 штук, газон, фургон, без денег. И дали на месяц на реализацию. И с них у меня начался бизнес мой. Под эту партию мы ее, конечно, не успели продать за месяц. Мы взяли кредит, рассчитались с заводом и начали потихонечку продавать и с кредитом расслабляться. Так что с Ижевским у меня очень интересная история была в начале с моей деятельности. Бизнес-деятельности. Вот там еще робот стоит. Еще стоит робот. Мы идем по набережной пруда. Это пруд. Ижевский пруд он называется? Ижевский пруд. Глубина до 10 метров. Рыба-то ловится у него? Рыба ловится, как грязь. Ну, не знаю. Пингвинов полно, да? А он замерзает зимой, да? В него впадает река Иш. Одна из, да, получается, самая крупная река. Она впадает и из него же идет выход. Да, река Иш дальше уже. А также в него впадают воды. Каких комбинатов? Иж сталь. Иж сталь в него впадает, так. ТЭЦ? Ну, ТЭЦ, например, самая. Ага. А что-то за проводы. А тут не подписывается каждое изделие, что оно означает? Вот 23 написано, что-то. Да, что-то, не знаю. Что-то 23. Да, наверное, что-то есть. Так, а это... Это мышь, что-то, и крыса. Крыса? Крыса-мыш? Нет. Так, давайте посмотрим, что это за крыса-мышь. Слушайте, с автоматом. Это на автомат Дегтярева похож. Не крутится? Нет. Головый причем. А, это от мотоцикла, наверное, по-моему. Нет? Нет. Вот эта часть. Глаза. Смотри, что это привода. Это вот не котелок они разрезали случайно. Уши. Ну, шикарная мышь, слушай. Смотри, подвеска на лапах применена. Это тоже москвичевская, а, ижевская, наверное. Ижевского москвича, наверное, да? Что было на свалке? Ага, и вот еще какой-то громосеха, громосеха какой-то. Да, но он насадится, я тут прогрессирую. Ну-ка давай, залезь туда. Не ладно, что ты? Давай, давай, давай. Не галываешься, что ли? Не, 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 давай, прикинем. Да, мне. Ты уберешься туда? Не хочу. Какое сегодня у нас число-то, Ваня? Пятое, пятое июня 2019 года. Четверг. Шестое. Шестое сегодня июня, да? Вот он прокат. С прошлого года появился лодочек. Парни чистят. Прокат лодочек, да? Котик, покаташки. Слушай, ну, на такой волне, наверное, не стоит кататься. Черконка, да, уже... А здесь штиль, наверное, бывает иногда. Так, ребята, вот еще что-то у нас стоит. Это такой, на чем он? На чем я не пойму. Это Змей Горыныч. Это крокодил. Какой-то крокодил или Змей Горыныч. Его убивает на велосипеде какой-то Илья Муромец, наверное. Или в Ижевске Иван Удмурт. Иван Удмурт. Наверное. Пусть так. Суровый причем. Суровый, да, на велосипеде. С металлическим кортом. Так, а это что такое? Это оружейник какой-то. Это оружейник, слушайте. Это такое конкретное оружейник. Ребята. У него есть, видишь, СВД. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого. Это прям, по-моему, из волшебника из Умуртного города. Вот, из-за, да, тоже. А, из той серии, да? Да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. В 2014 год, кафтанщик называется. Делали его несколько человек. С честью легендарных ижевских оружейников. Калаша, наобидительно, просит носителя Бережина. Ижанин Трамп не взбираться. Ну, понятно, понятно. А, кстати, вон там они применили, по-моему, на... А, нет, это не настоящий. Это вал. Я думал, дуло от пулемета, а это вал. Это вал коробки или еще какого-то станка, может быть. Насадка настоящая. Насадка, да, пулеметная? Рульная. Ага. Так, понятно. Еще что-то есть. О, слушай, еще что-то есть. А это кто? Это... Это... Под газон. Не ходить там, да? Влад Лысев. Приемственность поколения потомки Гефеста. Так, Гефест. Потомки. Слушай, это какой-то этот... С волосами. Похож на хищника, во-первых. И аватары. Аватары. Да, но они были, они, думаю, не делали. Взяли, да. Ох, какой аватар. Практически аватар, да. Еще что-то есть там, да? Там, по-моему, у всех. По газону у вас тут не принято ходить, да? Ну... В Европе разрешили, кстати, уже давно. О, слушай, это колесо по зрению. Ижевское. Оно крутится, посмотри. Вертится, вращается, вращается. Вип-кабины какие-то. Вип-кабины для чего? Да, не знаю. Ну, так делают. Ну, закрытые, наверное, вон они со стеклом. Нет, они лишь с темным стеклом, вот они ВИП. Вип считается, да? Да, там, по-моему, кинейсфер, музыка, там, для свадьб. А-а-а, ну, круто, слушай. Круто, крутая у вас набережная. Прогулочная зона города Ижевск. Единственное место, да, где можно прогуляться? Это пешеходное такое место, да? Да, и центральная площадь. Центральная площадь. Наверху, да? Да, поднимаешься и идешь до самого, до госсовета. До госсовета. А вот, смотри, там какая-то... А это, вот этот парк, продолжай, ротонда. Ротонда, да. Там, получается, вот там, по лесенке можно подняться, и там памятник оружейникам. Ага, понятно. Ротонда. Смотровая площадочка такая. А это все парк. Вот здесь все зеленое, да, парк. Парк Горького. Парк Горького, хорошо. А вот недавно, в прошлом году, сгорела башня. Эта часть, она была деревянная. Вот эта часть, да? Это вокзал, наверное? Нет, нет. Это была когда-то центральная проходная, если не ошибаюсь, с завода. Это здание завода управления. Старинное, старинное, да? Которое начальник вот этого всего, начало завода, именно оружейной части. Интересно, очень интересно. Все, а там вот закрытый поселок, да? Ну, не закрытый, это когда-то президент там жил. Президентский поселок. Да, да. Александр Александрович Волков. Ага. Вот, там его вотчина была, там его был дом. Ладно, ты здесь рыбу ловил? В жестком пруду? Да. Нет. Не ловил? Какая здесь ловится, что говорят вообще? Я не присылал. То есть ты бы не стал, а ты уверен, что ты ешь? А, ты ешь. Я не ем рыбу, я и родственников не ловил. Ну, 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 ну. Понятно. Ну, да, я не ловил, экология данного пруда. Понятно.